Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет видеопрезентацию «Магия Паула Каэлия». Бразильский писатель Паула Каэлия считается одним из самых влиятельных авторов нашего времени. Его книги разошлись тиражом более 320 миллионов экземпляров по всему миру, были выпущены в 170 странах и переведены на 83 языка. Это уникальный человек, лауреат международных наград в области литературного творчества имя которого отмечено в книге рекордов Гиннесса и в списке кавалера французского ордена почетного легиона. Жизнь Паула Каэлия вполне могла бы стать историей для интересной книги. Родился будущий писатель Леврия де Жанейро 24 августа 1947 года. Семья Каэлия была достаточно обеспеченной. Патолическая школа, которую посещал мальчик, основной задачей считала испытать детях дух соперничества и жажду превосходства над остальными. При этом и много внимания уделялось развитию индивидуальных талантов и особенностей учеников. В результате такого специфического обучения в душе подростка навсегда укоренилось категорическое неприятие традиционного пути в жизни. Паула Каэлия хотел писать книги, развивать литературный талант и исследовать мир. Именно это сочли странным его родителей и в подростковом возрасте его поместили в психиатрическую лечебницу, потому что считали бутарское поведение признаком безумия. Будущему всемирно известному писателю пришлось пройти сквозь ужасы электрошоковой терапии во время лечения, но это не сломило его волю. Будущий писатель провел в стенах лечебницы три года. Трижды Паула совершал попытки побега, но снова и снова его возвращали в стены больницы. Здесь врачи поставили мальчику диагноз – шизофрения. Когда Каэлия было 20 с небольшим лет, он бросил учебу на юридическом факультете, куда поступил вынужденно – из родителей. И вот в 1960 году он принимает решение жить самостоятельной жизнью. Забросив учебу, он примыкает к рядам хиппи, которые в те времена были весьма популярны. Так начинается его путешествие по странам. Он побывал в Южной Америке, Европе, Северной Америке. Это было время бродяжничества и свободы. В родные края Паула вернулся через несколько лет, но в планах его уже не было продолжать учебу. Собственные деньги он зарабатывал написанием стихов к музыке известного в то время исполнителя – Рауля Сейшаса. Второй альбом, записанный рок-звездой, принес Паула немало денег. Он разошелся тиражом более 500 тысяч экземпляров. В это же время Каэлия находит для себя новый интерес. Молодого человека живо интересует мистика и оккультизм, которым и пропитана идея Алистера Кроули, человека, который считал себя черным магом. Когда денег не хватало, Каэлия подрабатывала с журналистом, театральным режиссером. В театре сыграл несколько ролей. В свободное от работы время спешил на встречу к друзьям-анархистам, которые являлись основателями антиправительственной ячейки. Действующая власть не могла не обратить внимания на столь необычного человека. И в 1974 году ему передавили обвинения в действиях, направленных против действующей власти. Так Каэлия попадает за решетку. По некоторым данным, писатель в камере неоднократно подвергался пыткам электротоком. Какой-то раз, спустя два дня после освобождения, его вновь поймали и вернули в пыточную камеру на несколько дней. Как ни странно, спасением стал как раз диагноз, поставленный ему в детстве, в психиатрической лечебнице. Благодаря имеющимся справкам, Паула удалось признать невменяемым, и писателя выпускают на свободу. Известно, что писатель целенаправдно носил себе увечья, уверяя всех в своей невменяемости. После выхода из заключения Паула временно прекращает пропагандистскую деятельность. Он понял, что пришло время жить нормальной жизнью и устраивается в фирму звукозаписи «Полиграмм». Биография писателя меняется в одно мгновение. Он знакомится с человеком, состоящим в католическом ордене монахов. Мужчина увлекался и изучал таинство Евангелия. Именно он становится духовным наставником Каэли, благодаря которому писатель приезжает в город Сантьяго де Компостелло, расположенного в Испании. Именно здесь находится усыпальница католического святого Якова. Писатель утверждает, что здесь к нему пришло прозрение. По голове появляется четкая мысль, что он должен сдать писателю. Сложно сказать, чем было вызвано такое решение. То ли вмешались высшие силы, то ли Каэля просто устал растрачивать талант на несуществующие вещи. Однако факт остается фактом. Он начал писать книги, исполняя давнюю детскую мечту. В основу первого произведения легло собственное паломничество писателя. Книга получила название «Дневник Мага». Также опубликовалась как «Паломничество». Впервые «Дневник Мага» опубликовали в 1987 году. Книга не принесла писателю такой известности, как «Алхимик», однако повысила интерес паломников и туристов к тем местам, которые писаны в произведении. Спустя год, в 1988 году, выходит первое издание «Алхимика». Книги, которая впоследствии стала культовой, до сих пор обсуждается любителями мировой литературы. Однако изначально повесть не вызвала ни малейшего интереса у публики. Было раскуплено лишь несколько сотен экземпляров издания. И только повторная публикация романа, состоявшаяся в 1994 году в Соединенных Штатах, принесла произведению и, конечно, Каэлью мировую славу. «Алхимик» стал бестселлером в считанные дни. Следующей книгой стала «Брида». Далее книги к Паула Каэльи выходили в свет с периодичностью раз в два года. Многие из них завоевали любовь поклонников автора и просто людей, не мыслящих жизни без книги. Однако успех «Алхимика» пока повторить не удалось. Среди самых известных и популярных работ писателя отметим «Берник решает умереть», «11 минут», «Пятая гора», «Победитель остается один», «Заир», «Мактуб». Три книги Каэльи автобиографичны – «Валькирии», «Паломничество» и «Олев». Более чем в 170 странах можно было приобрести романы писателя. Цитаты Паула Каэльи слышались из уст каждого, прочитавшего одну из книг. Любимым произведением для людей, вставших на путь саморазвития и самосовершенствования, остается «Воин света». Вскоре по мотивам романов появляются киноленты. Однако критики не столь дружелюбно настроены к писателю, нежели почитатели литературы. Критике поддавался и стиль написания, и само содержание. Однако на популярность талантливого человека это совершенно не повлияло. Что касается личной жизни, то здесь у Паула всегда кипели страсти. С юного возраста на привлекательного парня обращали внимание девушки. Первой женой писателя стала Вера Рихтером из югославского Белграда. Юноша был младшей избранницей на 11 лет. Возможно, данный факт стал причиной скорого развода. В возрасте 25 лет Каэльи знакомится с Адалжизу Элюану Риос де Мальгягес. Окончила архитектурный факультет. Девушка была настолько красивая, что Паула не мог устоять и влюбился. Девушка стала его второй женой. Однако период брака выполнен дни скитаний и свободы, и вскоре эти отношения закончились. Третью жену поэта звали Сесил Макдауэлл. На момент брака девушке исполнилось 19 лет. Ее отец являлся владельцем туберкулезной клиники. Семейной недели ей было суждено продлиться не более трех лет. А четвертой женой Пауэлла стала Кристина Айтисика. Знакомство произошло в 80-х годах. Брак оказался крепким и счастливым. Возможно, секрет кроется в том, что именно Кристина внушила уверенность в писателя и заставила его поверить в свой талант. Женщина всегда оставалась рядом и помогла устроить путешествие, которое стало для писателя судьбоносным. В одном из своих произведений писатель рассказывает об истории своих отношений с Кристиной. Каэлья называет супругу подарком от ангела и говорит, что его любовь к ней по-прежнему сильна. Собственная карьера женщины в искусстве тоже сложилась удачно. Кристина – последовательница эко-арта, одного из экспериментальных направлений современной живописи. Это течение возникло в Бразилии в 70-х годах. За 20 лет творческой деятельности работы художницы выставлялись во многих странах, в том числе Франции, Ирландии, Штатах и Швейцарии. Детей у Паула Каэлья нет. В одном из интервью он говорит, что никогда не представлял себя в роли отца семейства. С ним согласна его жена Кристина. Возможно, когда-то ей хотелось иметь сына или дочь, но это было не главным в ее жизни. Написание романов по-прежнему остается основной деятельностью Каэли. Из последних написанных книг можно выделить Мата Хари, Шпионка, Адюльтер, Любовь, Избранное высказывание. В книгу рекордов Гиннесса Генни Пера попал как автор самого переводимого в мире произведения при жизни писателя. Речь идет об алхимике. Кроме написания книг, Каэли занимается и другой деятельностью. В Бразилии он основал организацию по защите прав граждан, ведь именно это является основой счастливой жизни человека. Автор книги «Алхимик» помогает съемка фильма к его произведению. За писателем закрепилось звание человека новой эпохи, за интеллигентность и внутреннюю раскрепощенность. Силе характера этого человека можно позавидовать, ведь даже нахождение в психиатрической клинике не заставило его отказаться от детской мечты. А 10 ноября 2022 года автор представил своему англоязычному миру новую книгу «Лучник». До этого момента ознакомиться с новинкой на родном языке имели возможность жители Германии, Италии, Франции, Испании. И в России уже этот роман поступил в продажу. Сразу после выхода новинка Каэля стала хитом продаж. Книга уже переведена на русский язык. В романе мы повстречаемся с лучником по имени Тецуя, человеком, когда-то прославившимся своим потрясающим даром владеть луком и стрелами, но он затворился от общества. Также нас ждет встреча с мальчиком, который отправляется на поиски мудреца. У юноши накопилось очень много вопросов, и отвечая на них Тецуя иллюстрирует способ владения луком и принципы осмысленной жизни. В этой истории, написанной Каэлья, предполагает, что жизнь, в которой отсутствует связь между действиями и душой, не может быть полноценной. Если ваше существование ограничено страхом отказа или неудачи, тогда жизнь не стоит того, чтобы жить. Автор призывает идти на риск, набираться храбрости и смело встречать неожиданные путешествия, уготованные нам судьбой. Сам Паула Каэлья говорит, выпустить стрелу – это не просто попасть в цель, это скорее попытка увидеть мир сквозь призму лука, момент полного напряжения перед расслаблением. Достигнете вы цели или нет, не имеет значения, но что важно, так это стать луком, стрелой и мишенью одновременно, то есть упорно трудиться, иметь цель и страсть к ее осуществлению. Также Каэлья говорит, это просто небольшая книга, не нужно ничего усложнять. На самом деле жизнь проста, мы многое усложняем, а басни или аллергория говорят о скрытых частях нас самих. Вы познаете суть жизни, обращая внимание на простые вещи, которые вас окружают. В этом и заключается идея моего нового романа. Я говорю обо всем, о важности инструмента, точности и концентрации. В конце концов, это жизнь. Вы учитесь, проживая ее. Невозможно сказать, на что конкретно я могу надеяться, потому что все читатели по-разному воспринимают одно и то же произведение. Я получаю много писем о моих книгах, и иногда читатели видят то, чего я не видел, и рассказывают мне об этом. Я очень рад, что они делятся своими мыслями, потому что я учусь на них. С ними я узнаю больше о себе. Благодаря мудрости, щедрости, простоте и изяществу романы Паула Каэля стали международными бестселлерами. В своих произведениях автообеспечивает основы для полноценной жизни. Упорный труд, страсть, цель, внимательность, готовность к неудачам и стремление изменить ситуацию к лучшему. Его персонажи всегда возвращаются к любимой теме писателя – духовности. Книги Паула глубокие, заставляющие задуматься, и получительные для одних излишне проповеднические и лишенные сюжета для других. Единственный способ узнать, входите ли вы в команду поклонников Каэля или его противников – это выбрать любую из многочисленных книг и прочитать ее. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok